мир всем друзья вот и родила моя приставушка вот она молодка родила первый раз слава богу наша длина ухо приставушка родила моя дорогая дорогая приставушка но все еще спать поди так не будешь ко мне приставать это у нас уже вторая волна котов еще одна молодочка родила тоже двое все под копирку все белые но тут еще и мамаши белые но у нас и от черных кос в этом году все белые какой-то спит с нас там сена доброго здоровья дорогие всем как твои дела как ваши дела до нас это отлично видишь вот сегодня какой у нас день прибыльный оказался с утра прихожу где она она здесь утром начала рожать ванта а сейчас вот это вот копейка на улице уже это вечером загонять решил смотрю двое значит это но сейчас слава богу на улице тепло же плюс вот так что у нас по моему еще одна осталась точно малышка не окатилась еще вот ну и там 2 2 подростка так как бы под сомнением ну вроде как не должны мы их вроде старались беречь не знаю что получилось еще одно такое радостное событие ну как событие момент радостный сейчас когда шел услышал просто услышал журавли курлыкают уже то есть они уже прилетели сегодня видел как минимум два косяка но вдалеке вот заснять не получилось там гуси или кто-то летят вот то есть все быстро массово стали прилетать все стало таять сегодня а там эти сливы очищали на озерах но и скоро должна быть вода но слава богу снега мало и это такого вот массового потопа пока не наблюдается будут еще ручей обязательно будут на следующей неделе там большие плюсы идут там плюс 19 аж я думаю тут все потекет расскажи еще секрет что ты даешь козам когда они окатились от это не секрет как бы то так вот рекомендуют когда коза катилась давать теплую сахарную воду значит сахар он как этот препарат сокращает называется да он действует на сокращение матки для этого и значит поэтому отходит послед вот у кстати я пришел сначала ходил вот у копейки искал там послед ничего не было привела сюда с козлятами ну козлят на руках взял все сейчас прихожу смотрю в это послед уже здесь вот пока вы дочли она в это все я быстренько уж утилизировал вот так вот слава богу еще такой момент интересный вот мы бог дал как-то так получилось хорошо нашел я с осени человека купил овес до этого не мог найти сейчас наш фермер овсом не занимается занимается другими культурами а для например коз лучше всего овес потому что там пшеница и чмень они жиреют с этого и получается эту зиму я четко по чуть-чуть всем овса давал вот как вот как говорится как и положено вот уже там что-то такое более жирно не давал и в прошлом году помню в родах у нас у нас тоже записи и все по-моему две козы умерло последний отошел вот там вот все с этим связано значит в этом году слава богу все живы и еще один из важных факторов пожалуй то выгул как-то эта земля зима не была сильно морозная и можно сказать большую часть времени днем они проводили на улице я их выгоню там сено разложу и они ходят всегда в движении когда коза вот в маленькой клетушечки получается она не в движении и это очень потом плохо сказывается на юродах поэтому когда вот ну там я спрашивал у людей знающих какие там витамины чего они говорят еще самое главное выгул чтобы у козы был выгул вот и тогда в большей степени если все нормально то роды скорее всего будет нормально вот собственно что мы и видим слава богу то родила это вообще сама родила прихожу там чеку вот все бегает так что проголодалась она вон эти такие маленькие так я еще пол не проверял надо смотреть ты кто какой паспорт тебе выписывать не такие ноги девка пацаны девка это не буду запускать коз потому что на улице там уже плюс какой-то маленький плюс 3 козлят чтобы они это тут ничего не перед надо кстати помочь потом им это помогу может быть там что-то подождать на эти вроде как смотрю уже сами уже тыркаются от этого никого-то и если думал холюсь так это паспорт девка пацан ну надо же слушай все это 50 по 50 чтобы не скучно было ну слава бога